Очень хорошо. Все спокойно. Лечите, вылечиваете, выздоравливают. Это главное. Вы хуже, чем в обычные годы другие. Этот материал в Гродненской городской клинической больнице номер 2 мы снимали на две камеры. Одна обычная, вторая мини-камера. Она дала нам возможность показать телезрителям реальную обстановку в этом медучреждении, куда поступают пациенты с пневмонией. Мы уже рассказывали ранее, что из поликлиник с диагнозом воспаления легких пациенты Октябрьского района поступают во вторую больницу, а из Ленинского – в третью и первую. Главный врач больницы номер 2 нам рассказал, что всплеск пневмонии в этом году они отметили в январе-конце февраля, а сейчас ситуация довольно стандартная и даже немного лучше за такой же период в 2017 и 2018 годах. У нас имеется всего 336 коек, на данный момент 109 свободных коек. Имеется 60-коечное пульмонологическое отделение. Значит, на данный момент там госпитализировано 48 пациентов. Всего пневмонии на данный момент 48. Прежде чем отправиться в своеобразный рейд по больнице, наша съемочная группа экипировалась, как и положено в таких местах, должным образом. Первым делом отправляемся в пульмонологическое отделение. В коридорах кровати не стоят, в палатах по двое-трое пациентов. Ведите, пожалуйста, идем. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Хорошо. Все нормально, у вас там хорошо лечат? Выдоравливаете. Все, лечите, выздоравливайте, не болеете, скоро лето. Тех, кто с подозрением на пневмонию или коронавирус поступает в Гродненскую областную инфекционную больницу, обязательно тестируют на COVID-19. Об этом мы рассказывали накануне. Поступившие туда – это, как правило, контакты первого уровня или прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Однако, как заверили нас во второй больнице, их пациентам тест тоже делают. Хотя ни контактными, ни приехавшими из-за границы они не являются. У нас выполняется, во-первых, типирование всех пневмоний, то есть по возбудителю. И, во-вторых, конечно, если есть показания, то берутся тесты на коронавирус. В этом году из всех, которые были анализы, все пришли уже. Последний пришел сегодня, все отрицательные. К слову, для ускорения получения результата, говорят врачи, пробы уже не надо отправлять в Минск. Этот анализ делают и в Гродно. С начала года от пневмонии во второй больнице пролечены 329 человек. Летально, рассказал главный врач, не закончился ни один из случаев. Сейчас к этому диагнозу внимание повышенное, да и сами пациенты предпочитают в этих условиях находиться под постоянным медицинским наблюдением. Попал я давно, 13 марта, где-то простудился, наверное, там, работал на улице. Я думаю, что воздуха холодного наглотался и попал сюда с 13 марта. Ну да, у меня была задышка была, и мокрота плоп отходила. Я задыхался, и поэтому я попал сюда. Плановая госпитализация временно приостановлена, а те из пациентов, кто находился здесь на лечении, сейчас постепенно выписываются. Новых не кладут. Освободившиеся койки резервируют на случай увеличения количества пациентов с пневмонией. Но надеются, что только готовностью здесь все и ограничится. И хотя в Гродно ситуация некритичная, расслабляться гродненцы не намерены. Даже наоборот. Если в момент выявления первого в стране случая коронавируса в медицинских масках люди практически не ходили, то теперь их все больше. Однако тут перед ответственными горожанами встал другой вопрос. Эти маски стало очень непросто раздобыть. В аптеках все чаще отвечают, что их нет. На сегодняшний день спрос на маски и на антисептики, дезинфектанты в аптечной сети, он непостоянный. И колеблется в зависимости от информации, которая появляется где-то в интернете, где-то в средствах массовой информации. И вот, например, по маскам я могу сказать, что колебания происходили от 1 тысячи в сутки реализации до 20 тысяч в сутки. Хотя, в принципе, за март месяц реализация выросла значительно. И если сравнивать объемы с прошлым годом, то только за март месяц было реализовано в три раза больше этих средств, чем за весь прошлый год. Цены на маски, оправдываются аптеки, тоже взлетели не по их вине. Все вопросы к производителям. Тем не менее, как могут, стараются спрос удовлетворить. Расширяют базу поставщиков, предлагают варианты. Так, если нет масок одноразовых, можно приобрести многоразовые. За ними нужно ухаживать, но служат они дольше. Есть и выпускаемые гродненским предприятием пятислойные. Они пока только появляются в гродненских аптеках. Если найти маски в аптеках не получится, то можно изготовить их самостоятельно. Что до антисептиков, их востребованность тоже увеличилась в разы. Однако, вопреки слухам о скором дефиците санитайзеров, в аптеках успокаивают. Запасы есть. По поводу антисептиков, наши запасы на сегодняшний день составляют около 6 тысяч литров спиртосодержащих средств и более 22 тысяч литров не спиртосодержащих, которые тоже обладают вирулицидной активностью и тоже могут использоваться для обработки рук, для обработки поверхностей. То, что ситуация в Гродно пока выглядит оптимистично на фоне некоторых других областей страны, не снимает необходимости соблюдения всех предписанных мер и еще более серьезного внимания к ситуации. Врачи находятся в напряженном ожидании. Пока они ведут счет в ситуации. И хорошо бы, чтобы так все и осталось. Илана Табудила, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Новости Гродно.